Если вам придется посоветовать иностранцу русский фильм, российский, да, не советский, а именно российский, то какой вы назовете, всякое военное кино или там, блядь, семейные комедии точно не подойдут, они ничего не отражают и они там везде одинаковые, поэтому советовать необходимо что-то авторское, самобытное, но при этом понятное каждому, а не только типа шутки для жителей СНГ, там, про Равшана и Джамшут. Такое кино найти не так просто, но в прошлом году Александр Хант выпустил фильм, идеально подходящий под это описание. Здрасте, вы на канале Сейна, и я говорю про фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ну че ты цеплеешься-то за жизнь? Нахер тебе надо, ты же уже полутруб! Фильм создавался почти два года. Александр Хант, для которого это был дебют в роли полнометражного режиссера, получил на момент съемок уже два высших кинообразования и за плечами имел две короткометражки, видимо, по вузу на каждый короткий метр. Однако даже такой опыт не облегчил работу над лентой. Сам Хант описывал это так. В 2012-м я закончил в ГИК, а до этого, в 2008-м, Петербургский институт кино и телевидения. После восьми лет учебы мне казалось, что к полному метру я уже точно готов, тем более, что до этого я успел поработать вторым режиссером на съемочной площадке. У меня была целая исписанная тетрадка о том, как я буду снимать фильм. Но когда я запустился в 2015-м с Чесноком, вышло так, что все ошибки, которых нельзя было допустить, исходя из моих же собственных правил, я все-таки сделал. Сюжет фильма должен был рассказать историю одного из типичных быдлообитателей регионов нашей необъятной. Он рос сиротой, а теперь работает на заводе, пьет, постугивает жену и планирует уйти от нее к любовнице. Идиллию Витьки Чеснока нарушает новость о том, что когда-то бросивший его отец жив и находится в городе, правда, парализованный. Воссоединение семьи мало интересует нашего героя, зато очень интересует квартира, которая может достать Чесноку, если тот отвезет штыря в дом инвалидов. План безупречный, ведь отец даже не разговаривает, а значит, не может отказать. Но из-за любви Чеснока к татуировкам на женской груди, герои попадают в аварию. У отца случается приступ, после которого он снова обретает дар речи и произносит «Малой, разворачивайся». Классно. Однако производство фильма складывалось непросто. Для реализации сценария необходимы были реально хорошие, опытные театральные актеры. И если Евгений Ткачук, который Витька Чеснок, согласился почти сразу, то с Алексеем Серебряковым, да, тем самым, возникли трудности. Очевидно, что бюджет фильма не позволял покрыть полностью гонорар Серебрякова. И никто не мог наверняка сказать, согласится ли именитый актер играть за половину гонорара. Но в итоге Серебрякову так понравился сценарий, что он согласился играть в фильме бесплатно. А это не каждый день, типа, происходит. Известный актер с почти 40-летним стажем профессии решает потратить месяцы на работу с режиссером, который до этого полнометражное кино вообще никогда не снимал. На подобную благотворительность Серебрякова сподвиг не только отличный сценарий, но и возможность играть на одной площадке с Ткачуком, чего очень хотел сам Серебряков. Возможно, именно из-за взаимной симпатии дуэт чеснока и штыря смотрится настолько живо и органично. По ходу развития сюжета отношения между героями проходят путь от безразличия к ненависти, а от ненависти к симпатии. И это охеренно сыграно. Тот же путь проходит отношения зрителя к героям. Хант мастерски выстроил повествование так, чтобы когда зритель увидел финальные титры, он не понимал, кто все-таки подлец, а кто мучень. Как раз то, что фильм оставляет тебя в раздумьях, это то, чего так не хватает современному массовому кино. Во Мстителях все однозначно. Каждый раз ты выходишь с нового Форсажа, и все понятно, ты все понял. А это не всегда хорошо. Ебать аннотации читаю, да? Просто батя с киноэкрана. Так, ля-ля-ля-ля-ля. Дизлайк отписка. Разная болезнь в большей части российских фильмов, это непривлекательная картинка. Просто местная проказа, блядь. Вот каждый раз какая-то хуйня блеклая. Работа камерамена в полнометражной российской комедии может вообще не отличаться от такой же работы в сериале «Воронина». И это так происходит иногда потому, что это снимают одни и те же люди. Какая нахуй разница? Все равно все идут смотреть на КВНщиков, неважно куда, блядь. Домой или в кинотеатр. Зачем? Ну нахуй картинка, зачем? Вакциной от этого недуга служат такие люди, как Данила Фомичев. Оператор Витьки Чеснока. Такие люди отлично чувствуют сценарий. Подвижная камера используется грамотно и без фанатизма. Плоские кадры а-ля Уэс Андерсон приходятся к месту и придают шарм о картине. То самое особенное киношное видение, к которым мы привыкли не созреть только, не знаю, там, переулки Лондона или центральные проспекты Нью-Йорка, теперь демонстрирует Тверь. Как Витька Чеснок вез Леха Штыря в Дом инвалидов, наполнен местным юмором и колоритом. В нем играют лучшие российские актеры разных поколений. Режиссер не ограничивает себя цензурой или рамками, а оператор действует как художник, но не заигрывается с этим. Поэтому лента, не стесняясь, плетнет из граненого стакана русским колоритом в лицо каждого, кто с ним не знаком. А тем, кто знаком, вероятно, нальет стаканчик за счет заведения. Ты знаешь, где кнопка подписки?